В один из воскресных дней мы с мужем решили поехать посмотреть на водопады. Мы установили местоположение на навигаторе и тронулись. Вот местность нам подсказывает, что мы уже совсем близко, появилась водичка, но наш навигатор почему-то продолжал нас вести вперед, и таким образом мы уже проехали водопад и оказались в каком-то вообще незнакомом месте. Но мы не запаниковали, потому что нашей целью было посмотреть Америку, чем мы, собственно говоря, и занимались. Я смотрела в окно, как заворожённое, и каким же было моё удивление, когда, откуда ни возьмись, в своём окне я увидела юрты, индейские юрты. Совершенно не планируя, мы оказались в городе Колома. Колома – это то место, где зародилась знаменитая золотая лихорадка, превратившая Калифорнию из малодоступного и почти неизвестного региона в один из самых богатых штатов США. Тысячи американцев устремились с драгоценным металлом, не страшась никаких преград. Дело в том, что в то время добраться до местного назначения было весьма непросто. В Калифорнию можно было приехать только из Орегона или через Мексику по трудной и опасной тропе. А вот это типичный домик местных жителей того времени. В этом строении меняли подковы лошадям. Транспорт это не было, все же знают, конечно, да? Смотрите, какие домишки. А вот и почта. Она до сих пор функционирует. Смотрите. Местная кафешка. Все осталось в первозданном виде. Первым человеком, нашедшим золото в этой местности, был Джон Саттер. Он, конечно, попытался скрыть эту новость, потому что понимал, какой ажиотаж это вызовет. Он совершил стратегическую ошибку, разрешив своим работникам мыть золото. И однажды один из них расплатился золотым песком в магазине бизнесмена, журналиста и издателя Сумейла Бреннена, который, в свою очередь, пробежался по улицам Сан-Франциско, выкрикивая «Золото! Золото! Золото на реке Американ Ривер!». Многие люди поставляли свои дома, свои бизнесы и ринулись на это место. Но по-настоящему заработать на добыче золота смогли лишь единицы. Сейчас мы вам покажем, что они использовали, какие инструменты они для этого использовали. Мы в такой маленькой-маленькой американской деревушке. В самом начале золотой лихорадки достаточно было просто зачерпнуть сковородкой или корзиной воду с золотом. Но с течением времени процесс усложнился. Приходилось дробить, промывать породу. А для этого нужно было закупать дорогостоящее оборудование, которое вы сейчас видите на видео. Что, конечно же, очень многим было недоступно. Таким образом, к середине 1950-х годов с золотой лихорадкой было покончено. И да, для заметки, я этого еще не упомянула. Началась золотая лихорадка в 1848 году. Те, кто искали золото, когда они находили какое-то место, где этого золота было много, строили вот такие вот домишки, чтобы жить и не уходить от того места, где они что-то нашли. И вот как все выглядело это изнутри. Большинство этих зданий было построено больше ста лет назад. Можете себе представить? Все еще сохранено. А вот это вот одно из самых больших зданий. Это было церковью. А, это была школа. Вот так вот, ребята, учились. Как я уже сказала, разбогатели единицы. Сам Джон Саттер, первооткрыватель, умер видняком. А тот виновник всего ажиотажа, который пробежался по улицам Сан-Франциско с криками «Золото, золото!», он стал первым миллионером калифорнийской золотой лихорадки. А потом и вовсе сенатором штата Калифорния. Теперь вернемся к тому, при чем здесь индейские юрты. При том, что именно здесь и жили коренные американцы. Но золото-добыватели их отсюда прогнали. Не знаю, почему-то они не ладили между собой. Если вы знаете, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях. В этом моменте музейная зона закончилась. И мы, увидев тропу, почему-то решили, что нам обязательно нужно подняться в эту гору. Ну а что, о пользе кардионагрузки знают все, тут объяснять не нужно. Но мы стараемся следовать этому правилу. Редко, правда, но стараемся. Что ж тут сказать? Гришны. Вот тут я уже в припрыжку, потому что мы идем уже не в гору, а с горы. Поэтому мне уже гораздо веселее, как вы можете заметить. Скажите мне в комментариях, понравился ли вам мой репортаж или нет. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok